Привет! Вы на канале Коска, меня зовут Кудинова Наташа, и сегодня мы поговорим с вами о Франции, Турции, козах и кроликах. Ну да, примерно об этом. Так вот, во-первых, давайте разберемся для начала, кто такие ангорские кролики, а кто такие ангорские козы. Кролики? Козы – это совсем другие животные, вот такие. Так вот, в чем же разница? Проблема в том, что в регионе Турции, Анкара, изобрели ангорских коз, ангорских кроликов, а еще ангорских коз, когда нам прям повезло, что из их шерсти не делают пряжу, а то мы с вами совсем запутались. И поэтому иногда возникает путаница, когда люди ангорских коз с ангорскими кроликами путают, поэтому есть такое очень простое разделение. Махер – это коза, а ангорка – это кролик. Вот так мы с вами и определимся, и так как в последней поставке у нас была довольно интересная пряжа с ангорой, я вам сейчас ее покажу, немножко расскажу об особенностях, покажу вам несколько шапок, потому что сейчас самый сезон, как ни удивительно, сейчас начали вязать все шапки, ну да, октябрь, как бы уже пора вязать шапки, но не то, чтобы их уже давно пора носить, вот как у нас, например, мы уже почти месяц их носим, но вязать точно уже нужно, потому что зима же тоже не за горами. Я принесла вам пару шапочек, принесла несколько образцов, и как обычно в конце, во-первых, я вам покажу все образцы крупно и цвета пряжи. Если вы уже посмотрели прошлое видео с нашей поставки, то увидели все цвета из новой поставки в серых оттенках – ангоры 50. Так, и обязательно покажу вам французские кофточки, небольшую подборочку, почему? Потому что, ну, судя по всему, после вязания шапок все переключаются на вязание французских кофточек. Вот почему я сегодня упомянула о Франции. Итак, сначала про материал, про шерстку. Ангорская коза обладает довольно длинным ворсом, блестящим и формоустойчивым. То есть у него вот своя форма есть, он вашу принимать не хочет. Чаще всего его придут на нить основы тонкую, и она получается вспушенной. То есть мы привыкли к тому, что махер выглядит вот так. И примерно вот так он выглядит в полотне. Но на самом деле это обязательно, не обязательно в таком виде. Его можно вчесать в нить, и он будет с коротким ворсом. Или есть махеры с посеченным ворсом, где он такой, как травка выступает. Тоже такое может быть, если вы встретите, не удивляйтесь. Это тоже запросто может быть махер. В составе написано, производитель наверняка не ошибся. Что будем вязать? И что же теплее? Так, кролик. Кролик может быть вот такой вот, максимально пушистый. Это то, зачем сейчас гоняются примерно 50% людей, которые ищут ангору. Это вот такой яркий ворс. Из него мы вяжем шапочки. У нас в метраже он 450 метров, и его нужно вязать в одну нить. Некоторые из клиентов говорят, я буду в две вязать, и я хочу теплую. Она в одну нить такая теплая, что в 40 градусов отлично. Другое дело, что даже в две нити она будет продуваться, потому что это трикотаж. И мы, ну если мы очень плотно ее свяжем, она нам просто сваляется в валенок. То есть это не тот эффект, которого вы хотите. Вы же хотите, чтобы пух был высокий. И вязание из нее в два слоя, шапка двухслойная, в классике, она всегда теплее, чем однослойная, толстая. Повторюсь, об этом уже неоднократно упоминала. Вот, например, да, такая. Если мы и тот, и другой слой свяжем из вот такой пушистой ангоры, то у нас, во-первых, будет вот такое вот широкое ведро на голове, потому что ворс очень яркий, он будет распушать, он будет отталкивать слой от слоя. Во-вторых, это действительно очень тепло, это вот очень прям, где холода. Но, тем не менее, даже вот в таком составляющей она будет продуваться. И вам понадобится капюшон от ветра, если у вас ветер. Вот у нас на Алтае ветер практически всегда, не знаю, 10 дней из 10 у нас ветер, поэтому у нас задача не стоит вот связать такую, хотя бывает достаточно холодно и промозгло. Поэтому, начнем с махеровой шапки. У меня здесь две нити кедмахера на шелке, вот такого вот, и в подмод у меня здесь пайетки на люрексе. Но я не люблю, когда мне ворсинки остаются на волосах, остаются на коже, поэтому у меня есть внутренний слой. Внутренний слой, который, во-первых, он очень уютный, это 30% Кашемира и Меринос от Берджиэлю Модеста. Во-вторых, он связан теми же самыми спицами от такого же количества петель, но нить тоньше, видите, по метражу нить тоньше, соответственно, внутренняя часть с таким же количеством рядов, она значительно меньше. Поэтому, когда я надеваю эту шапку, она плотно прилегает к ушам, а верхний слой сохраняет объем. Кстати, вчера у нас была клиентка, которая приобрела 13 видов пряж на 13 шапок. Она вяжет их себе, семье и всем близким и знакомым, и уже не первый год у нас такое количество шапок. И я решила спросить у наших клиентов, сколько у вас шапок. Потому что, помните, я в прошлый раз, мы говорили о том, что одна из наших клиентов сказала больше 20, но считать боится. Но она еще вяжет прямо сейчас себе пару шапочек и приносила две шелковых. Она говорит, ну, скорее всего, это будут шапки мужа, но может быть все-таки мои. Муж очень полюбил шапки из буретного шелка и шелкотуса. Я понимаю, моему мужу тоже нравится такая шапка. На демисезон, когда вот только начинает холодать, такое уже некомфортно. У нас-то с вами прическа, мы можем в нее спрятаться. У парней с этим обычно сложнее, у них короткие стрижки, им холоднее уж и мерзнуть продувает. Так, и, значит, перекличку провели у кого сколько шапок? У кого-то полторы, у кого-то две, у кого-то двадцать. Но, тем не менее, шапки нужны разные, на разную погоду. То есть, ну, как бы вот у нас в России одной такой шапкой ты не отделаешься, потому что это очень теплое. В 30 градусов, ну, у меня, конечно, капюшон есть на куртке, потому что у нас ветра. Мне прям отлично. В 30-35 я все равно иду уже на работу, и мне нужно будет одеть что-то теплое. А когда не 30-35, а 15-25, то в этой шапке мне будет жарковато. Мне как бы не хочется каждый день выглядеть одинаково. Шапочка из ангоры. Сначала покажу вам ангору вот в таком образце. Здесь ангора 50 с мериносом. Вот, и если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что резинка-то здесь, конечно, как бы есть. И по рыхлому полотну мы понимаем, что, ну, очень сложно будет создать в ангоре резинку. Она очень текучая, она очень пластичная, и она хочет просто вот так вот повиснуть на вас и висеть безжизненным грузом на вашей голове. Ну, хотя какой уж там груз, если на шапку уходит 30-40 грамм в один слой. Ну, вот, например, мне такая шапка не нравится. Мне она не пойдет. Что же делать? Вы скажете, ты всегда говоришь, ангора не держит резинку, а у тебя в руках шапка из ангоры, которая держит резинку. Да, потому что я использовала подмод. Если вы обратите внимание, то здесь очень четко видно, что здесь вот она связана очень рыхло, а вот здесь она связана туго, у нее другая плотность. Видите? Здесь на 0,75 разные спицы. К двум нитям ангоры 80% у меня подмотано две нити полутора тысячного мериноса. И если, и вот почему же, да, вот такой, а ворса здесь такого нет яркого, потому что его меринос умял. Он его прижал, и мне, в принципе, вот такое облачко было не нужно. Поэтому на моей шапке я его не вычесываю, его не пытаюсь оттуда каким-то образом достать. Мне нужно было от ангоры, чтобы она была мягкой. Мне просто цвет очень понравился. Как вы видите, по моей водолазке люблю я такие цвета. Вот такая желтенькая. Здесь все просто, тыковка, она просто стянута, закрыта, небольшие убавочки за 5 рядов начинаются до завершения, и все. И очень часто я слышу от клиентов, я люблю вязать шапки, я вяжу шапки, но не себе мне шапки не идут. Зачастую это связано с тем, что мы не можем подобрать для шапки правильный объем. Если вы обратите внимание, вот у этой шапки много объема, она прям домиком. Сейчас я буду, я специально сделала хвостик, чтобы я могла надевать шапки и вам показывать, как это выглядит. Возможно, я потом буду пушистая. Вот видите, как здесь много места, и здесь вот так вот, и она свободная. Но при этом вот здесь она очень плотно облегает, видите? То есть мне в ушки не дует. Вот здесь вот, несмотря на то, что она тоже резиночкой, у нее тоже есть там наверху свободное место, вот здесь, чтобы небольшой объем был. Но здесь меньше этого объема. Поэтому, если вдруг вам не идут шапки, попробуйте связать себе шапку с двойным отворотом, вот с таким вот. Ну, как бы, понятно, здесь она будет больше и пошире. Тогда у вас вот здесь вот, вокруг головы, будет объем, это будет красиво, это будет органично к лицу. И если у вас объем шапок всегда недостаточен, это один из хороших выходов. Шапки Такори, помните, наверное, они уже были популярны лет пять, и в этом сезоне опять я вижу, что их вяжут. Вот можно просто резинкой, ну, свободную и с двойным отворотом. Там резинкой два на два, тоже отлично смотрится. У меня тоже в свое время из Ангоры, опять же, была в белом цвете такая шапка. Самое главное, что в ней, правда, можно лечь на снег в 40 градусов и спокойно себя чувствовать, очень тепло. Про шапки поговорили, про материал поговорили, про материал кроликов. Еще раз вам расскажу, из кроликов махер. Из кроликов, что? Какой махер? Из кроличьей шерсти пряжа, примерно 7 сантиметров волокно до 7, и вот эта вот пушистость очень большая, она достигается тем, как вы видели, да, кролик, он очень пушистый, тем, что тоже она не целиком впрядина в нить, и у нее вершиночки держатся. Но, конечно же, не обязательно Ангора вот настолько дикого пуха. Вот, например, у меня в руках Ангора 30. Я люблю, когда Ангора в небольшом составляющем. Если Кашемир я люблю, конечно, Кашемир 100 прекрасен, но Кашемир 30 тоже очень хорош. То вот Ангора 30, Ангора 15, она мне очень нравится, потому что она неповторимую нежность и шелковистость дает полотно. И мы можем спокойно с вами попытаться связать араны на этом полотне, но тугой резинки все равно не получится, потому что Ангора очень мягкая. И давая нам вот тут мне мой помощник, говорит, а мою шапку-то почему не показала? Прямо все в живом эфире. Он отбирает у нее, у Ангора дает мягкость, но отбирает у нее вот эту вот рельефность и структуру. То есть, например, здесь мериноса 70, ну 70 мериноса довольно много, да, должна держать вроде бы резинку, но она будет очень слабенькая. Можно упереться, можно сделать туго, но мы потеряем тогда вот, нам некуда раскрыть пуху будет, потеряем вот эту нежность полотна. Выбор за вами, главное, чтобы вы знали, что можно и так, и по-другому. Еще очень хороший артикул, сейчас я образец найду, который пришел к нам сейчас, и тут мы платно к Франции с кофточкой на себя подходим. Это Ангора 50, видите? Я вам потом покажу крупненький образец, и вот сейчас еще расскажу. Вот видите, здесь ворс очень слабо раскрыт, здесь раскрыт сильнее, здесь опять же послабее раскрыт. С чем это связано? Красители, разные красители имеют разный химический состав, и они по-разному действуют на полотно. Мы обсуждали с Леной о том, что чаще всего самые нежные кашемиры, вот прям вот какие-то божественно нежнейшие, самые нежные ангоры, как раз примерно в этом оттенке. Есть что-то в этом красителе, что помогает сохранять нежность, или наоборот, дает нежность и большую способность выпушаться этим пряжем. И вот как раз из такой пряжи французские кофточки, которые я вам покажу в конце, что такое французская кофточка. Это короткий кардиган с ажуром. Его вяжут из кидмахера, на чем угодно, в принципе, выбор за вами, все зависит от бюджета и ваших предпочтений. И из ангоры как раз примерно 50. Из ангоры 80, вот такого вот пуха, взять ее, конечно, можно попробовать. Ну, во-первых, вот в такую нить спицы придется брать примерно 6 мм, потому что из этого пуха никакого ажура, который вы будете старательно вывязывать, вы просто не увидите. Слишком много ворса. А вот здесь вот нежность, пластичность, такая какая-то девичья, такая пластичность у этого полотна появляется. Вот оно такое для... Когда ты говоришь французская кофточка, сразу представляешь какую-то хрупкую девочку такую, парижанку. Ну, мы говорим француженка, у французов внутри культуры это называется женщина-парижанка. Такая какая-то, она вся утонченная, такая стильная, тонкая, звонкая. Вот как раз ее ты и представляешь, говорят, о таких кофточках. Очень много, последние пару лет вяжут девчата таких кофточек. И вяжем мы их, естественно, на любые размеры. Единственное, что, чтобы сохранить аутентичность, нам нужно оставить в этой кофточке, это кардиган. И это ажурная часть здесь, либо полностью ажурные планки передние, либо верхняя часть. Какие-то ажуры и нежная воздушная пряжа. Я собрала вам подборочку. Посмотрите, возможно, что-то вас вдохновит из этих, из идей, из этих моделей. Ну что, надеюсь, сегодняшнее наше общение было интересно и полезно. Вяжите, утепляйтесь и наслаждайтесь творчеством. Всем приятного дня, отличного настроения. Пока. А теперь посмотрим на образцы. Вот она, ленина шапочка, которую она мне подала. Здесь конгории, подмотаны пайетки. Пайетки, которые мы в момент получения, их было мало, не смогли толком идентифицировать. Сейчас я смотрю, что это вискоза с хлопком, судя по всему. Но, тем не менее, смотрите, какая резиночка здесь. Вполне упругая, как раз благодаря пайеткам. Потому что, скорее всего, там в составе еще был полиамид, а вот он-то неплохо держит резинку. Маленькие, мерцающие, буквально крошечные, не больше полутора-двух миллиметров пайетки. И вот такая вот ангора. Очень пушистая. Та самая, которую я вам показывала, с ярким-ярким пухом. Она выглядит вот так. Лена тоже любит объемные шапки, поэтому не очень... Смотрите, длинненькая шапочка. Вот. И она ее носит без отворота. Не вот так, а вот так, чтобы большое бене было. Вот такие вот альпаки мы сможем... Ангора мы сможем для этого использовать. А вот ангора принт из последней поставки. Толщина у нее... Так, сейчас мы посмотрим. Толщина у нее 450 метров. Пух у нее немного слабее, чем здесь. То есть он будет стоять облаком, но будет чуть короче у него ворс. И у него интересная покраска в зависимости от того, каким узором вы будете вязать шапку или пулловер. И, например, на теле пулловера и на рукаве этот рисунок будет ложиться по-разному. Потому что это секционка переменного окрашения. У нее есть короткие и длинные секции. Соответственно, все вместе дает какую-то интересную логику узора. Вот он, 50% образец меринос и ангора. С предыдущей поставки, видите, как по-разному они могут выглядеть. Вот этой пряжи уже нет. Я вам показываю, какая она может быть. Мягкая, нежная, рыхлая. Вот такой рыхлой толщине мы вяжем французские кофточки. То есть вот так вот их не вяжут. Их вяжут вот так. Полупрозрачно и нежненько. Вот здесь мы вязали туго для того, чтобы посмотреть, как это будет. И вот, видите, как по-разному расколоться. Нежный, похожий на кашемир, пушок, не длинного ворса. 50% ангоры, 50% мериноса. На сайте эта пряжа вся есть. Еще есть в черном цвете. То есть у нее 5 оттенков серого и вот такой вот еще оттенок нежной бежи. И вот так выглядит 30% ангоры и 70% мериноса. Это многониточка. Смотрите. Нежненькая, мягкая. Рельеф присутствует. Косы можно заложить, но большого объема мы там не увидим. Ох, прошу прощения. Моя шапочка выглядит вот так. Еще даже кажется, что она недораскрылась. Хотя у нее было, наверное, 3-4 стирки. Первые две я хотела выбить пух. Посмотреть по максимуму, как это будет. Лена еще, так как ангора очень плохо сохнет, потому что много ворса, она не хочет отдавать воду. Как сушишь Лена, она туда засовывает фен. И в результате с первого раза у тебя пух стоит вот так вот. Так как мне вот не очень хочется, чтобы пух был большой-большой, я сушу обычным способом. Честно говоря, в последний раз даже на батарее ее сушила, потому что мне ее срочно надо было надевать на следующий день. Вот мне приспичило. Она была мокрая. Так, и посмотрим, что у нас с махером. Если здесь у нас нежное, шелковистое полотно, то здесь оно более такое шероховатое. Ворс у нее вот такой вот. Не такой уж большой, да, на вид ворс. Но при этом она выглядит достаточно пушистой. Видите, какая облачность. Тоже у меня здесь подмотаны пайетки. Но так как основа белая, а у меня полотно такое кремовое-пудровое, их оттуда видно. Причем на камере оно видно, как обычно, гораздо сильнее, потому что подсветка отражается глазами. Поэтому я меньше вижу эту разницу. Вот такая внутренняя шапочка. Здесь у меня 3,5, здесь 3,5. Но при этом совершенно разные петли. Видите? И благодаря этому как раз внутренний чехол хорошо сидит по голове. Вот так выглядит эта пряжа до ВТО. Зачастую бобинная пряжа, когда ты ее получаешь в посылке, или когда вяжешь из нее, не постирав еще. Она выглядит совершенно никак. Вот здесь вот ангоры 50. Ее тут и не видно. Ее тут и не чувствуется. Зато как она чувствуется, когда она раскроется. Поэтому я всегда вам говорю, стирайте образцы дважды. И обязательно стирайте их перед расчетом. Что не постиранный образцом, образец образцом не считается. Ну что, а теперь посмотрим подборочку. Субтитры подогнал «Симон»!